Всем добрый день! Меня зовут Жанна Леонидовна Ковалева. Я в Каралон-клубе уже больше 10 лет. Мне очень нравится эта компания, потому что я здесь получила очень хорошие результаты. У меня была очень сильная аллергия на цветение пыльцы, особенно амброзии. И всегда в августе месяце, август и сентябрь, больше 25 лет я болела этим заболеванием. То есть у меня происходили тяжелые такие симптомы, такие как задыхание. Я задыхалась, я выходила на балкон, ночами я не могла спать, потому что был беспрерывный кашель и очень сильное удушье. После того, как я попала в Каралон-клуб, в общем-то я прошла тестирование, узнала причины, почему у меня образовалась эта аллергия, что этому способствовало. Но в первую очередь я хочу сказать, что аллергия – это, конечно, и наша психология, то есть наши стрессы, наши переживания. То есть кто-то нам не нравится, это психоенный такой фактор, кто-то не нравится. У нас может быть на какого-то человека аллергия, поэтому это тоже откладывается на нашем мышлении. Что я пропила для того, чтобы избавиться полностью от аллергии? Конечно, здесь нужна полностью сильная программа для того, чтобы очиститься от аллергии, нужна в первую очередь наша теплая коралловая водичка. Потому что вода щелочная, она сразу выбрасывает всю эту вредную пыльцу, которая попадает к нам в клетку. Я прошла тестирование и узнала причину, почему у меня аллергия. У меня были грибы там на различные сладости. То есть им нужно было убирать, в общем-то, эту проблему, убрать эти грибы. Я пропила противопаразитарную программу. И не только противопаразитарную программу, после этого я еще почистила свой тишечник. В противопаразитарную программу обязательно должны входить такие продукты. Сейчас я вам скажу, назову их, да. Это обязательно лист черного ореха. Почему лист черного ореха? У многих детей и даже у взрослых аллергия возникает на почве того, что в организме у нас живут острицы. Острицы живут в кишечнике, это мелкие такие паразиты. И, в общем-то, они вызывают, в общем-то, такое проявление сильной аллергии. Если человек не избавится от остриц, аллергия может продолжаться и могут искать причину, но не смогут даже ее найти. Поэтому, в первую очередь, надо избавиться от остриц. Второе. Избавиться от грибов. От грибов у нас есть такая прекрасная программа, вы тоже знаете, наверное, все это коллоидное серебро. Это наше кора муравьиного дерева. Кора муравьиного дерева натуральный антибиотик, то есть она воздействует, убивает все вредные в нашем организме. А коллоидное серебро, если там даже остались личинки паразитов, оно полностью растворяет вот эту хитинбу, оболочку паразитов. То есть противопаразитовую программу я пропила. Обязательно нужно добавлять в нашу программу ферменты. Почему нужны ферменты? Почему? Потому что во время аллергии у человека получается как бы дырявый кишечник. То есть наша клеточка, есть специальные там каналы, куда поступают наши питательные вещества. Особенно это белок, наши аминокислоты. Они должны идти по одному в клеточку. Но белки плохо расщепляются, так как не хватает ферментов. И они начинают эту клеточку прорывать. И в кишечнике образуются такие огромные дыры. Из-за того, что мы неправильно питаемся, неправильно кушаем. И весь белок попадает в пищу. То есть он не расщепляется. Этот белок также вызывает проявление вот этой сильной аллергии. Для того, чтобы пища расщеплялась, нам нужны обязательно наши ферменты. На первом месте, конечно, стоит ассимилятор, потом дегистейбл и папайя. То есть у кого идет не расщепление белка, я пила, конечно, и папайю, и дегистейбл, и ферменты. Желательно добавить сюда также в нашу программочку цинк. Почему цинк? Потому что он начинает вырабатывать больше 80 видов ферментов. Также желательно добавить сирен, чтобы работала наша клетка, чтобы была защита. Очень хороший продукт. Я пропивала тоже, добавляла сюда корень солодки. Что он делает? Он разжижает слизь. Потому что уже когда вторая стадия аллергии, уже начинается здесь человек задыхать. То есть я задыхалась уже и не могла, в общем-то, выплюнуть вот это, что там скапливалось. В легких уже, альвело легкие были склеены. То есть гормоноподобное существо у нас есть корень солодки, который сжижает вот эту слизь. Я применяла также его. Добавляла также полезные бактерии, чтобы нормально шло расщепление пищи, чтобы вырабатывались у нас ферменты, чтобы вырабатывались витамины. Вот эту программочку я пропивала. У нас аллергия бывает, в принципе, в трех, можно сказать, больше, как бы, много видов, но разделение есть на три таких вида. У нас есть аллергия на бета-гемолитический стриптококк. То есть у кого горло, у кого ангины, есть этот стриптококк, и вот на него возникает аллергия. Что он возникает? После аллергии начинает разрушаться наша хрящевая, костно-хрящевая наша система. То есть идут ревматоидные полиатриты. И люди думают, откуда? Вот от этого стриптококка. То есть здесь надо не брать этот стриптококк, на него очень хорошо действует также наша кора и коллоидное серебро. Второе. Аллергии, я уже говорила, на грибы. На грибы, то есть грибы. У нас грибы разные. И кандида, да, который вызывает дирекологические заболевания, и аспиргило черное, аспиргило белое. То есть аллергия на грибы вызывает такие заболевания, как цариаз, как нейродермит и экзема. То есть человек будет покрыт весь вот такой экземой и будет думать, что у него и почему. То есть это аллергия на грибы. Нужно убирать грибы. И кроме этого, также в организме здесь проявляется на человеке такой в виде коросты, такие пятна, такие огромные, большие, да, типа экземы. Это проявление того, что живут хламидии у нас в нашем организме. И они вызывают вот такое образование на кожу. У нас это нужно убирать. То есть, ну для грибов я уже сказала, кора муравейного дерева, коллоидное серебро, можно добавлять туда чесночок и разные другие наши продукты. Все с нашей антипаразитарной программой. И третья аллергия у нас еще бывает на паразиты. Паразиты, конечно, разные. Очень сильно проявляется аллергия на таксокару также, и я сказала уже на, вот, на стрицы. Вот. Аллергия называется на гельминты гепатит. Гепатит. Поэтому мы поэтому убираем наши все вредные, которые там у нас не будут, питаются за счет нас. Программа у нас в сети есть, продукция у нас есть в Коралловом Клубе. И для того, чтобы от этого быстро избавиться, я все это пропила. И вы знаете, когда прошло где-то полгода, приходит сезон вот этой аллергии, да, я думаю, когда же у меня насморк, когда я буду задыхаться, когда я буду чихать, когда я буду кашлять. Оказывается, у меня ничего, я два раза чихнула, ну, немножко насморк, но самое страшное, не было у души. Когда у души ничего абсолютно не помогает. Многие люди, врачи приписывают им ингаляторы. Ингалятор, наоборот, загоняет вовнутрь всю эту слизь, которую человеку нужно выплюнуть, выкинуть эту пыльцу. Ингалятор загоняет в луп, в луп, в луп и в луп. И с каждым разом потом становится еще хуже. Ну, в такие периоды, когда вот мы уже проходим полностью, прошли уже, можно сказать, наше вот такое вот восстановление своего организма, скорая помощь, вдруг там где-то насморк какой-то, кашель появился, у души может быть, да, то для этого нужно обязательно применить омегу-3,60. Для чего нужна омега-3,60? В любом случае ее нужно применять, потому что это защита нашей клеточной мембраны. То есть пыльца в клетку абсолютно не поступает, закрыта клеточная мембрана, пыльца туда не может прорваться. Я даже сейчас думаю, ну, возьму, куплю себе, даже омегу взрослую не брала, купила детскую омегу, в принципе, детская омега, там одну капсулу, там какой-то один день было чуть-чуть так, смотрю, немножечко насморк, потому что я около речки походила, да, то есть омега моментально все блокирует. А молозиво поднимает иммунитет, то есть чтобы наши клеточки, там есть т-килеры, боролись с этими нашими врагами, которые у нас есть. Причин, конечно, много, поэтому нужно все это убирать. Нужно убирать с питания, хочу сказать, Максима, наверное, картошечку свежую, молотую, она вызывает слизообразующую. Убирать картошку, убирать арахис, он же генномодифицированный, баклажаны яркие, помидоры красные, а сейчас как раз лето, то есть все это нужно убирать. Вредные напитки, свекла красные тоже вызывают аллергию, курочка наша, ряба или наши все там курочки, которые мы покупаем, потому что их кормят там, в общем-то, вредными продуктами, подкармливают, поэтому они тоже бывают аллергенными. Вот что нужно кушать? С полезных продуктов нужны кабачки, капуста у нас, яблоки, груша, масло такое непокручее, перловка, рис дикий желательно, макароны таких твердых сортов, сметану можно, масло сливочное, то есть вот такие продукты. То есть продукты все эти у нас есть, мы поэтому можем использовать их, применять для себя. Аллергия ушла, в принципе, а в этом году я вообще себя прекрасно чувствовала, я думала, что я приеду, я была там на море, думаю, ну, приеду, окунусь сюда в пыльцу, я, видите, я хожу сюда на занятия, могу что-то рассказать, могу поделиться опытом, поэтому, пожалуйста, применяйте, обращайтесь, если нужно будет, я вам помогу, подскажу, что нужно применять. Большое вам всем спасибо, будьте здоровы!